всем привет хочу поделиться своим опытом отделки квартиры самостоятельно плюс партнер то есть сложность и красота обе новички в этом деле ну и каждый со своим характером хотя план был мой но носились коррективы и так стены я не выравнивала под нужный угол поэтому так наброском то есть квартира предполагалась бизнес поэтому заморачиваться и тратить деньги не хотела далее акрилом больше не пользуюсь комнатах мне не понравился этот опыт хотя здесь везде акрил комнатах и только в коридоре маслина в тазово это лучший вариант или минеральная краска это лучший вариант брала специально белую чтобы немножко давать оттенок ну это проще когда нужно бизнес когда нужно не просто для себя даже для себя очень прекрасно приятно и комната становится больше на всего 7 квадратов на полу линолеум под линолеумом находится дерево это нужно было конечно в идеале убирать все выравнивать и вот такое дерево возвращать как говорится в комнату очень красиво очень удобно приятно но планов таких не было динолеум плюс плинтус по плинтусу лучше брать один цвет на всю квартиру и тогда не будет остатков потому что стены в обществе светлые и вот этот плинтус бы хорошо пошел и сюда вот а тут у я крица подумал что может быть и дерево дерево под дерево деревянной двери принципе пошло но как говорится когда бизнес каждая копейка должна быть минимальный вход максимальный выход поэтому и краска тоже имеет значение пусть она будет дороже но она будет минеральной и ложится и высыхает и в общем-то лучше вырывать использовал также перпичи на стену отопления труба здесь внешне и внутри там тоже такой вариант грейм стену называется с этим окном удачно но это три окна три исполнителя и каждая эпопея в принципе чем больше опыта тем лучше это удачно далее деревянные двери они принципе линию соблюдают но сложность том что в общем-то квартир недорогая а проемы затянули больше чем что то же самое по это комнате акрил это и мое последний раз когда я последнее моё дело с акрилом только масляно-фталевая минеральная самое удобное на истирание на проживание так далее на окно в таких комнатах в общем-то я билась за фрамугу любого размера это удобнее но я в этом деле проиграл то же самое билось за два света в одной точке в другой точке надо немножко потому что все-таки когда идет какая-то геометрия это интереснее таких маленьких квартирках и такую ну как бы в середину было бы интереснее саптануться и сало то есть она уже делится на зоны входа на балкон и зона раздробленная стена вход в комнату то есть я так понимаю предполагалось тут либо сидеть либо спать здесь тут но крутить можно как угодно единственное что ход идет отсюда и пошли на балкон балкон я закрыла конечно дерево старое думаю еще и покрыть маслом с электрикой конечно эпопеи были планы но в моем опыте что я приобрела здесь на этой отделке что если нет мастера где нужна стопроцентная работа либо ущерб затянет из кошелька все лучше отказать вот как она есть проводка вроде нормальная алюминиевая то есть рабочая до кухня будет нагружена минимально газ тут есть конечно маленькая 6 чем-то квадратная кухня 6 6 квадратных метров кухня тоже деревом принципе прикольно она такой вот больше не похрустывает я его переберу покажу непосредственно присоединяется дверью это вписывается но как говорил раньше должно быть плинтус выгоднее сделать одним цветом по всей квартире поэтому проводку не меняла оставила что-то такого мощного использовать не буду по электрике и плитку тоже оставила как бы она подходит но вот этот вот выем вопрос вот с этим окном поборолась с вражданными установщиками но не зря проявила характер повредничала но не дует не течет пока ничего не костила так что надо тренироваться повезло с электриком конечно сама я не нашла потому что за электрику я бью за электрику бьюсь за сантехнику пятый этаж как говорится залить всех не хочется опять этой издержки поэтому город минск большой но хорошо работающих сантехников очень мало которые понимают и форме недостатки какие и в трубах и как соединить и развести что по мне застопилось ничего и чтобы дырку соседу не прогрелись что комната уходит на соседа вот поэтому одни делали трубы тут тоже поборолась но уже установку чистовую делал другой сантехника и я пожалела что я ему не позвонила сразу то есть вот такое дело потому что местный производитель не все дорабатывает в технике унитаза хотя бы в принципе нормально пол плитка тут партнер покрасил такой серый олейная краска ну и сзади вот ну можно было поработать если на аренду то можно по грубее чем написать там какие-то полки грубо так сюда делать но пока останавливаюсь вопрос принятие решений дальше ванна вот здесь в ванне тоже все тонкие стены поэтому лучше конечно крепить наверх толку и вот этих двух светильников очень много их можно и один конечно моя идея была сюда воткнуть приклеить зеркало до конца как в отелях но я считаю это грамотно приклеил подставился надо будет умывальник или стиральный на умывальник и решил вопрос ванну не трогала вот она пока но не использовал пока она в таком приглядном состоянии вот сантехника но молодец хорошо установил что-то не зря то есть иногда нужно брать то что дает то есть посоветовали в магазине сантехнический поэтому все таки не прогадал вот в этом повезло но это не мой как говорится опыт нахождения все таки тут ну и тоже сетевой так сказать сетевая помощь друг другу тоже вариант и так мой вывод чем проще тем лучше чем дешевле то есть однотон с какими-то вкраплениями да хочется если цвета тогда да можно поиграть но когда не хочется цвета то есть светлее тогда один свет пол в одной комнате другой тут даже контраст не мешает но плинтус тогда идет одним светом электрик если отсутствует делать проще то есть какие-то кирпичи уже дизайн вот здесь конечно не допоняли друг друга надо было мне но я это еще сделать и захочу то есть сюда воткну держатели для штор будет поживее уютнее и конечно важно всегда искать если даже кто-то подталкивает быстрее быстрее все равно искать до последнего именно те условия которые нужны заказчику то есть самому себе стоять отстаивать особенно интересно местные отделщики отделочники так сказать рукожопы всегда любят давайте деньги вперед или там без договора но договор это ерунда но это как говорится паспорт увидится всегда то есть уже человек знает кто с ним работает и а желательно еще дипломчик какой-нибудь подходящий и вообще тогда хорошо работа пойдет как говорится тут интуиция тут знание тут опыт то есть мне понравилось буду ждать результаты бизнеса возврата денег несмотря ни на что хоть нам обещают хорошее но у каждого своя жизнь поэтому нужно всегда быть даже если доходы большие всегда быть в тонусе всегда как говорится контактировать с работниками быть в участии даже если занят занят это тренировка так сказать интуиция спасибо за просмотр удачи а и а и